Продолжение следует... 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 Казанский университет занял своё место, и у него есть не только прошлое, но и будущее. А в отношении нашей выставки я хотел сказать, что многие из этих работ знакомы. Они опубликованы, но тогда, когда собираешь их в одну выставку, тогда начинаешь понимать и величие Казанский университет, и особенно представители Казанского университета, выдающихся учёных, вот через или посредством изобразительного искусства. Да, человек приходит и уходит, а искусство, живопись, скульптура, она остаётся вечной. Я надеюсь, что 200-летие и эта выставка станет для самого Казанского университета как бы движением для того, чтобы создавать такие изобразительные произведения. А наши художники в этом примут активное участие. Это только начало, потому что целая серия, здесь и открытие выставок, здесь и открытие бюстов запланировано, всё в рамках проведения 200-летия, и большое торжественное мероприятие, гости. Но самое главное, что Казань, Казанский университет для нас является как бы маяком, и надеюсь, что это и будет в дальнейшем. Удачи, счастья, здоровья. И вот эта выставка, я очень надеюсь, что посетят студенты, студентки Казанского университета. Много можно говорить. Вот недавно буквально проводили большое мероприятие с клубом ЮНЕСКО, которое существует на факультете международных отношений. Образовательные программы, которые недавно проводили здесь, в полине ЮНЕСКО, вместе с Министерством образования и Министерством культуры. Встреча с приютом, детскими, садиками. Это как раз то, что направлено на будущее. Успехов, счастья, здоровья. Спасибо. Спасибо. И к нам прибыл, мы сегодня приглашали и бывших ректоров, и настоящих ректоров. Один из бывших ректоров к нам пришёл. Он находится здесь, Коноплёв Юрий Геннадьевич. Правильно вас называют? Да, он среди нас. Спасибо. Спасибо, что вы обращали. Стэба Матерна Писарева, директор Музея университетов, наш друг и предограничник. Товарищи многолетние, прошу вас, пожалуйста. Спасибо. Дорогие друзья, всего несколько дней отделяет нас от знаменательного события, большого праздника, твусотлетия Казанского университета. Если бы мы жили по старому стилю, то именно сегодня, 5 ноября 1804 года, Александр I подписал утвердительную грамоту университета. Учредить в Казани университет и даровать ему возможность достижения высокого назначения, образования полезных граждан на службу Отечества. И мне кажется, очень символично и знаменательно, что юбилейные торжества начинаются открытием выставки Университета изобразительного искусства. Это первое такое большое наше мероприятие, посвященное юбилею. Богатейшая история Казанского университета, его замечательные традиции, его люди, выдающиеся ученые, которые внесли огромный вклад и в отечественную мировую науку, и выпускники, студенты Казанского университета, среди которых тоже немало незаурядных личностей. Все это не могло не волновать деятелей литературы и искусства. Университет воплощен и на страницах художественной литературы, на сценах театров и кино, но, конечно, больше всего он нашел отражение в изобразительном искусстве. И это не случайно. Дело в том, что по первому университетскому уставу, подписанному Александром Первым в 1844 году, в университете преподавались приятные искусства, так они назывались, в том числе живопись, рисунок, архитектуре. Работали в нем замечательные художники. Олег Крюков, Андрей Ракович, художник-академик. Близко Ковинский, который преподавал тоже архитектуру в университете. Близко к университету тесным образом были связаны и Турнерелли, потому что он был преподавателем английского языка. И, конечно, художник Турин, который тоже нам оставил прекрасные форты, стампы Старой Казани. Именно благодаря этим художникам, благодаря Крюкову и многим неизвестным художникам, мы ставим теперь в лицо Лобачевского, Фукса, Фойта, Каринского, самых дорогих людей для нашего университета, всем нам очень дорогих. Не было вторимой фотографии, поэтому только живописные портреты сохранили для нас лица этих людей. На их художники-пейзажисты оставили нам прекрасные уголки Старой Казани, к сожалению, которые сейчас утрачивают свой своеобразный облик. Мы многого лишаемся сейчас, поэтому мы очень благодарны художникам, которые сохранили нам уголки Старой Казани 19 и 20 веков. Мы очень надеемся, что вы, вглядываясь в лица наших университетских людей, в эти красивые и благородные лица, получите истинное удовольствие. Мы очень надеемся, что вам понравится эта выставка. И уверены, что, во всяком случае выражаю такую уверенность, что выходя из этого зала, вы, наверное, мысленно все же сможете проигнести славу Казанскому университету и вечная благодарность художникам, скульпторам, тем, которые урековечили наш университет, воплотили его в своих проявлениях. Спасибо вам большое. Мы очень рады, что вы сегодня здесь присутствуете на грите нашей мысли. Спасибо. Дорогие друзья, мне очень приятно сегодня присутствовать на таком знаменательном событии. Юбилей Казанского университета действительно выдающиеся события не только в российской культуре и науке, это события мирового значения. И Казанский университет – это центр не только научный, это центр культуры, это центр образования. И сегодня мы имеем возможность воуче в этом увидеться. В стенах Казанского университета учились выдающиеся деятели культуры наряду с деятелями науники. Ну, достаточно вспомнить, что, допустим, Бутлеров и Толстой в один год родились, в один год поступали в Казанский университет и, я считаю, одинаково проставили Казанский университет на века. В Казанском университете учились художники, поэты, музыканты, всем хорошо известные. И, в общем-то, это не случайно, потому что природа творчества – это, как можно, наверное, выразить, это творческое озарение, которое материализовалось в музыке, в живописи, в науке, в научных открытиях. И под сенью Казанского университета нашли себе возможность самореализации художники, поэты, музыканты и ученые. История Казанского университета была прославлена во многих художественных произведениях, в журналистике, документалистике. Но особо интересно проследить историю университета в живописи, потому что здесь мы имеем возможность воочию увидеть этапы развития Казанского университета, увидеть знакомые, родные лица казанских профессоров и ныне здравствующих ученых. И поэтому мне хочется особенно поблагодарить сегодня устроителей выставки за то, что они сделали Казанскому университету и Казанской общественности, научно-культурно-общественности, такой прекрасный подарок. Я бы хотел от линия руководства Казанского университета поблагодарить директора выставки Сластулина Анатолия Алексеевича, директора Национального музея Республики Татарстан Геннадия Степановича Муханова, по-моему, нет его здесь, к сожалению. Председатель союза художника Республики Татарстан Абзгильзина Абрия Камировича, художника Республики Татарстан Геннадия Степановича Мухановича, за то, что они позволили нам насладиться сегодня этой выставкой. Ну и отдельная благодарность, конечно, сотрудникам нашего музея, Казанского университета Стелла Владимировича Мухановича, за эту прекрасную идею, за то, что идея была доведена в блестящей реализации. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Середентаж по поводу выставки «Золотая Орда», сопровища Золотой Орды и Хана Кумра. Я с удовольствием вручаю для ректората, для вашего музея, для вас. Спасибо вам большое. Спасибо большое. АПЛОДИСМЕНТЫ Снова попросил. Ректор, я думаю так, это как министры и как ректор, они не бывают бывшие или не бывшие, просто резко. Ректор, как иначе наплёк, он готов сказать нам несколько слов, прошу вас, пожалуйста. АПЛОДИСМЕНТЫ Дорогие друзья, люди старшего поколения, все, наверное, мечтали в этажей, когда вы посмотрите на ручке. И вот, куда вы, я вас всех поздравляю. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 И вот, хранитель истории, и выразить огромную благодарность за то, что сейчас, в Носкрите института, открываешься такая большинство. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 И, видя по ходу нашей работы, выставка практически была уже готова. И они по нашему примеру, не только мы с боющим, например, столичных музеев, но они тоже, они решили, значит, в честь 250-летия Московского университета сделать Третьяковский галерей подобную выставку и плюс ко всему. И, плюс ко всему, и, в истории Московского университета связан со университетами регионов и тем более с нашими университетами. Поэтому они попросили в какой-то степени нашей помощи, что мы и сделаем. А сейчас я с вашего разрешения, и с вашего разрешения, я могу считать выставку открытой. Прошу вас, пожалуйста, смотрите, оценивайте, судите и сообщайте нам о ваших просьбах и мыслях. Спасибо. 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 Спасибо.